Продолжение следует... У вас у всех есть к нему доступ. Сегодня со мной моя коллега Катерина, и она будет по ходу вебинара отвечать на ваши вопросы. И также, если какие-то неотвеченные вопросы останутся в конце, или будут какие-то интересные вопросы, я озвучу их в конце для всех участников. Ну, итак, давайте начинать. И посмотрим, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, прежде всего, посмотрим, что такое локализация, и что мы имеем в виду, когда говорим о локализации в табло. Какие настройки языка и локали есть в табло, которые вы можете воспользоваться, чтобы подогнать контент под определенную языковую аудиторию. Как настраиваются валюты и даты, опять же, исходя из того, для кого и для какой аудитории вы строите отчет. И непосредственно локализация самих отчетов, и какие опции по локализации есть в табло-сервере. Ну, и прежде всего, давайте посмотрим, с точки зрения языков, на каких языках сейчас поддерживается табло. Ну, на данный момент это 8 языков, которые вы видите на экране. Что означает поддержка табло на 8 языках? Это значит то, что интерфейс как табло-десктоп, так и табло-десктоп доступен на любом из этих 8 языков. Помимо интерфейса самих инструментов табло, также на всех этих языках доступен наш веб-сайт. И вся официальная документация табло также доступна на всех этих 8 языках. Как вы, наверное, заметили, как вы, наверное, уже знаете, если вы являетесь пользователями табло, что, к сожалению, пока мы не поддерживаем официально табло на русском языке. И я думаю, что этот вопрос сегодняшних участников интересует больше всего, что же можно сделать, чтобы подогнать отчеты и непосредственно сами инструменты табло под русскоязычную аудиторию. Также я знаю, что у многих очень часто возникает вопрос о том, когда же наконец-то будет доступен русскоязычный интерфейс в табло. К сожалению, пока мы не можем ответить на этот вопрос, но мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшем времени, когда у нас появится определенное количество пользователей, для которых это будет актуально. Ну, давайте посмотрим, что же мы уже можем сделать на сегодняшний день, чтобы адаптировать наш контент в табло под русскоязычную аудиторию. Ну, сперва хотелось бы рассказать о том, какие настройки вообще доступны в табло. И сегодня в большей части я буду говорить о двух настройках табло. Это language, то есть язык, и local, что означает локаль в табло. То есть language, когда я говорю о language, о языке, мы прежде всего говорим о языке самого интерфейса табло. То есть непосредственно все меню, все настройки, они определяются как раз вот этой настройкой язык. Вторая настройка – это локаль. То есть локаль – это набор параметров, которые отвечают за то, каким образом контент будет отображаться в табло для определенного региона, для определенного языка. То есть что это включает в себя? Это настройки форматов чисел, форматов дат, настройки валют, которые являются общепринятыми для того или иного региона. То есть давайте начнем с того, что посмотрим, как эти настройки применяются в табло Desktop, потому что для табло Desktop и для табло Сервера эти настройки работают немного по-разному. Напомню для тех, кто может еще не очень хорошо знаком с табло, что табло Desktop – это инструмент непосредственно для разработки отчетов, построения дашбордов и проведения анализа. И, соответственно, то, каким образом вы построите отчет в табло Desktop, будет определять то, каким образом ваши конечные пользователи уже будут его видеть и просматривать в табло Сервере. Ну и, как мы уже говорили, в табло есть две настройки. Это language, то есть язык интерфейса. Этот язык настраивается для каждого конкретного пользователя. То есть когда вы устанавливаете табло Desktop у себя на рабочем месте, каждый пользователь, у кого программа установлена, может для себя выбрать любой из восьми доступных языков интерфейса. Настройки локали настраиваются на уровне рабочей книги в табло Desktop. То есть на уровне рабочей книги вы можете задать ту или иную локаль. И, соответственно, если вы, например, отправите эту книгу уже другим пользователям, эта локаль будет сохраняться вне зависимости от того, какой язык интерфейса выбран у того или иного пользователя. То есть локаль настраивается на уровне рабочей книги, и она будет неизменной для всех пользователей, которые эту книгу будут просматривать. Язык же может быть выбран для каждого конкретного пользователя для своего собственного интерфейса. Ну и давайте посмотрим, где же настраивается локаль в табло Desktop. Для того, чтобы поменять локаль той или иной рабочей книги, в этой рабочей книге мне нужно перейти в меню File, и здесь у меня есть меню настроек локали. Если я перейду в «Показать больше настроек», как вы видите, у меня есть очень большое количество опций, то есть практически любой язык, любой регион покрываются настройками локали в табло. Ну и давайте посмотрим на русский язык, например. Я могу выбрать локаль русского языка и таким образом подогнать контент под русскоязычную территорию. Ну, как вы видите, если я не выбираю какую-то определенную локаль, пока по дефолту у меня стоит автоматическая настройка локали. Что же означает эта автоматическая настройка? Если ваша локаль выбрана как автоматическая настройка, соответственно, тогда табло определяет настройки локали, исходя из региональных настроек вашей операционной системы. То есть на вашем компьютере у вас уже настроена определенная настройка, в каком регионе вы находитесь, и, соответственно, если вы не выбираете какую-то определенную локаль в табло, она будет заимствована из настроек вашей операционной системы. И, соответственно, здесь еще один очень важный момент, что если настройка выбрана как автоматическая в книге Tableau, соответственно, если вы эту книгу потом будете посылать каким-то другим пользователям, их локаль будет меняться в зависимости от того, на каком компьютере будет открываться эта рабочая книга. То есть если в момент создания рабочей книги у вас, может, локаль стояла на русском языке, на вашем компьютере, вы отправляете кому-то с локалью другой, соответственно, уже контент будет отображаться чуть-чуть в другом формате. Ну, мы говорим о локале, но что же означают эти настройки локали в Tableau, на что они оказывают влияние? Прежде всего, это числовой формат. В разных регионах мира пользователи, есть общепринятые варианты того, как писать числа. То есть что это означает, например, как разделять десятичную дробь, то есть знаки после запятой отделяются либо запятой, либо точкой. Как разделять разряды? Опять же, это может быть запятая, это может быть пробел, это может быть точка. Ну, и здесь вы можете посмотреть примеры. Например, если у меня выбрана локаль английского языка для Великобритании, у меня разряды разделяются запятой, а десятичная часть дроби отделяется точкой. Если я выбираю локаль для России на русском языке, то разряды у меня отделяются пробелом, а запятая означает, что это десятичная дробь, знаки после запятой. Ну, и давайте посмотрим, как это непосредственно будет выглядеть в табло. Я создала небольшую табличку. Один момент, давайте я открою заново рабочую книгу. Я создала уже табличку, где у меня есть определенный набор чисел. И сейчас, если я перейду в локаль рабочей книги, у меня она выбрана автоматически. То есть, соответственно, она заимствуется из настроек моего компьютера. И в моем компьютере у меня локаль настроена, как Великобритания. Давайте поменяем на Россию. Сейчас я нажимаю ОК. И видите, у меня сразу же меняется формат того, как эти числовые значения отображаются. То есть, у меня появляется пробел, как разделитель тысяч, и запятая, как отделяю десятичную часть. Помимо отображения чисел, локаль также влияет на то, как будут отображаться подписи на карте. Но здесь хочется оговориться сразу же, что подписи на карте доступны только на тех языках, на которых доступен интерфейс табло. То есть, как раз те восемь языков, про которые мы говорили в самом начале. Давайте для примера посмотрим, как это работает. Сейчас у меня выбран локаль Великобритании. Если я поменяю, например, давайте поменяем на Францию. Это один из языков, который поддерживается табло. Соответственно, уже все подписи на карте будут отображаться у меня на французском языке вместо стандартного английского языка. У многих будет возникать вопрос, что же тогда делать, если мы хотим, чтобы эти названия отображались на русском языке. В таком случае у нас тоже есть решение для этого. Это подключаться к своим собственным кастомным картам. И один из вариантов таких кастомных карт, которым, в принципе, может получить доступ любой пользователь, это карта Mapbox. То есть, у нас уже достаточно давно есть интеграция с сервисом Mapbox. Давайте я покажу, как его найти и как он выглядит. Все, что вам надо, это перейти на сайт Mapbox.com. Здесь вы можете создать свой собственный аккаунт. И до 50 тысяч просмотров карт для каждого аккаунта у вас будет бесплатный лимит. Я могу перейти сейчас в свой аккаунт, в свой профиль. И если я являюсь зарегистрированным пользователем, у меня будет доступ к моему токену. То есть, это токен для доступа к сервисам Mapbox. Чтобы интегрировать карту Mapbox с Tableau Desktop, все, что мне надо, это скопировать этот токен, вернуться назад в Tableau Desktop и перейти в меню карт. И здесь я могу выбрать, заменить стандартную карту, которая у нас по умолчанию используется в Tableau, на карту Mapbox. Давайте добавим сюда сервис Mapbox. Я введу тот токен, который я получила на своем портале в Mapbox. Дам название этой карте. И здесь у меня есть возможность выбрать либо один из уже преднастроенных, стандартных вариантов карт Mapbox, либо, если у меня есть желание, я могу даже создавать в Mapbox свои карты и также подгружать их сюда в Tableau. Но давайте пока воспользуемся одной из преднастроенных карт. Сейчас я нажму ОК. Как вы видите, сейчас сразу у меня карта обновилась и уже показывается карта Mapbox вместо стандартной карты Tableau, которую мы видели ранее. И что здесь актуально для нас, это то, что названия географических объектов локализированы, исходя из того, в какой части мира мы находимся. То есть, например, для России название отображается уже на русском языке. И это включает в себя как название городов. И если я приближу, допустим, в Москву, вы увидите, что даже мелкие объекты у меня, в принципе, уже отражаются тоже на русском языке. То есть, это название улиц, название станций метро, парков, каких-то других объектов. Ну и, соответственно, для других регионов название будет отражаться на языке той страны, в которую мы хотим приблизиться. Еще один момент, на который оказывает влияние настройки локали, это отображение дат. То есть, если я нахожусь, допустим, в локале Великобритании, дата у меня будет отображаться на английском языке. Если же я, соответственно, нахожусь в локале России, даты отражаются уже на русском языке. Ну и мы можем посмотреть, как это происходит. Давайте я сейчас поменяю опять локально русский язык. И вы увидите, что даты автоматически у меня меняются названия месяцев на название на русском языке. Ну и помимо названия самих месяцев, что еще меняется, это то, каким образом у меня будут отражаться кварталы. То есть, вместо, допустим, в английском языке у меня стандартно отображается Q1, если я меняю локально русский язык, у меня уже отображается как первый, второй квартал и так далее. И помимо того, что отображение дат будет меняться в отчетах, также и во всех моих фильтрах, настройках в пейджес, также даты уже будут отображаться на том языке, который я настроила как свой локаль. Еще один очень важный момент – это настройка значений валют. Давайте посмотрим, что в принципе доступно в табло. То есть, когда вы меняете значение, формат числа с обычного численного значения на валюту, по умолчанию табло предложит вам нужный символ валют, исходя из настроек локали вашей рабочей книги. То есть, если я настроен, например, на Россию, табло предложит мне рубль, США – доллар и так далее. Но если я уже после того, как настроила один раз этот значок валют, поменяю потом локаль, эти настройки валют уже останутся у меня неизменными. То есть, соответственно, если я захочу уже после того, как я сменила локаль, поменять валюту, мне нужно будет опять перейти в свойства той или иной меры и поменять эту валюту вручную. Давайте посмотрим для начала, прежде всего, как поменять те или иные значения валют. У меня опять же есть такая очень простая визуализация, и здесь я отражаю значение продаж. Продажи у меня измеряются в валюте, а не просто как число. Ну и давайте скажем табло, что здесь мы смотрим на определенную валюту. Если я сейчас перейду к той мере, для которой я хочу применить формат валюты, нажму на нее правой клавишей, и чтобы поменять формат, мне нужно перейти в значение Default Properties, то есть настройки этой меры по умолчанию. Здесь я выберу формат, числовой формат, и у меня есть два варианта настройки валют, currency. Это стандартный, и, как вы видите, табло мне уже предлагает локаль Великобритании, потому что локаль стоял у меня в книжке по умолчанию. Здесь я могу поменять ее, например, на Россию. И если я сейчас нажму ОК, Ну и давайте попробуем поменять. Как вы видите, сейчас мне предлагают табло, отражает мне значок рубля, потому что локаль у меня настроена на Россию. Еще у меня есть другой вариант, как поменять настройки валюты. Опять же, если я вернусь в формат числа, и вместо стандартной валюты выберу кастомную валюту, здесь я могу уже вручную ввести тот значок валюты, который я хочу, чтобы отражался. Может, мне не нравится тот рубль, значок рубля, который предлагает мне табло, я могу поменять его, например, на просто название руб, либо точно так же могу сделать это на русском языке. И нажму ОК. Сейчас у меня уже значок валюты отражается в том формате, в котором мне удобно. Я могу вручную ввести абсолютно любой знак. И еще один момент, который хотелось бы отметить. Если я перехожу сейчас в настройки Default Properties для той или иной меры, это будет означать, что эти настройки у меня сохранятся для всей рабочей книги. То есть, соответственно, если я потом открою новый лист и выведу, опять же, значение Profit на визуализацию, вы увидите, что валюта у меня уже будет отражаться в том формате, в котором я ее настроила. Также у меня есть возможность настроить этот формат для только одного определенного листа, то есть не сохранять его для всей рабочей книги. Для этого, когда я уже вывела значение на лист, я могу нажать на него правой клавишей, перейти в меню «Формат» и в меню «Форматирование» выбрать уже необходимый мне формат. Например, поменять назад валюту на тот значок рубля, который Tableau мне предлагала изначально. То есть вы можете менять как для отдельного листа формат того или иного числа, так и для всей рабочей книги. Ну и давайте посмотрим на еще один такой достаточно популярный use case. Это как динамически менять, как отражается число в той или иной валюте. То есть часто бывают такие случаи, когда мы, например, смотрим на количество, давайте посмотрим на количество продаж по категориям продуктов, например. Сейчас эти значения у меня отображаются в рублях. Что, если я хочу иметь возможность динамически выбирать, смотрю ли я на значения в рублях, или, может, те же самые значения я прямо здесь в табло хочу перевести, например, в доллар или в евро. Как я могу это сделать? Во-первых, очень часто бывает так, что у вас значения уже могут быть в данных, значения одной и той же меры как в рублях, так и в долларах. Но часто бывает так, что мне нужно это сделать, допустим, посмотреть курс на тот или иной день и перевести в таком динамическом режиме эти значения прямо здесь в табло. Один из вариантов того, как это можно сделать, это подключиться к сервису, который будет каждый день давать мне новые значения, новые обменные курсы для той или иной валюты. Ну и тот вариант, которым обычно пользуюсь я, это подключение через Web Data Connector в табло. Давайте посмотрим, где он находится. Если я вернусь назад к списку всех подключений, которые мне доступны в табло, вы увидите, что одна из опций – это Web Data Connector. Что означает Web Data Connector? Это возможность подключаться к любым веб-источникам данных. То есть вы можете написать свой коннектор на языке JavaScript и через него подключаться к абсолютно любому источнику данных. Ну, в моем случае один из моих коллег уже создал такой коннектор. Давайте я вам покажу. Коннектор к сервису как раз-таки обменных курсов валют. Ну и я воспользуюсь его уже готовым коннектором. Для этого мне просто нужна ссылка на тот готовый коннектор. И подключусь через опцию Web Data Connector. Здесь мне предлагается выбрать, какая моя базовая валюта. Ну, в моем случае это будет рубль. Предположим, что данные в моем источнике в рублях. И за какой участок, за какой период времени я хочу получить данные. То есть за 100 последних дней. Ну или давайте для простоты нашего примера возьмем один день. То есть только на сегодня. Сегодняшний курс валют. Как только я нажимаю Enter, как видите, табло выгружает мне определенное количество данных. То есть это обменные курсы с рубля на разные мировые валюты на сегодняшний день. Давайте посмотрим, какие данные мне сейчас доступны. В первую очередь у меня есть непосредственно сами валюты, на которые я смотрю. То есть начиная от австралийского доллара и доллар США и так далее. Также у меня есть дата. Давайте проверим, на какую дату у меня сейчас есть курсы валют. На 23 мая. То есть это на сегодняшний день самый последний, самый актуальный курс. И какой непосредственно обменный курс рубля ко всем этим валютам. Давайте поменяем формат, чтобы более детально посмотреть. И сейчас я вижу для всех своих валют, как у меня рубль относится, какой обменный курс рубля к этим валютам. Для сегодняшнего эксперимента, наверное, я не буду смотреть на японские иены и на все остальные валюты. А я сделаю достаточно простой пример, только с долларом США и евро. Давайте для этого отфильтруем наш источник данных. Простите. До этого я добавлю фильтр к источнику данных на значение валют. И скажу, что мне надо только значение для евро и для доллара США. Сейчас у меня остается всего два значения. Это курс на сегодняшний день, обменный курс рубля на евро и рубль к доллару США. Теперь мне нужно связать вот эти значения обменного курса непосредственно с моими данными. То есть, например, у меня есть значения продаж, которые у меня на данный момент отображаются в источнике данных в рублях. Я хочу видеть эти значения и также и в долларах США, и в евро. И помимо этого я еще хочу иметь возможность динамически выбирать, смотрю ли я на евро, либо на доллар США. То есть дать моим пользователям возможность самим выбирать ту валюту, на которую они хотят смотреть. Но для этого давайте создадим для начала параметр в табло. Я выберу два значения, которые у меня уже есть в источнике. Это евро и доллар США. Я могу либо вручную их ввести в поле ввода, либо очень просто импортировать уже значения, которые у меня есть в источнике. То есть евро и доллар США. И сейчас нажму ОК. У меня появился новый параметр выбора валют. Давайте покажем его на листе, чтобы он был доступен всем пользователям. Теперь я могу динамически менять евро на доллар США. Но сейчас у меня это отображается просто как параметр. То есть параметр – это какое-то поле ввода, которое, в принципе, пока у меня никак еще не связано со всеми моими данными. То есть я могу выбирать здесь какую-то валюту, но у меня ничего не меняется непосредственно на самом листе, потому что сейчас мне надо сказать, как этот параметр у меня взаимодействует со всеми остальными данными. Для этого я создам очень простое вычисляемое поле, в котором я скажу, что вот это значение валюты, которое я задала в параметре, это то же самое на самом деле, что и значение валюты, которое у меня есть в моем источнике данных. То есть евро, которое я выбираю здесь, оно то же самое, что евро, которое у меня есть в источнике. И скажу ОК. И теперь мне надо, чтобы это всегда было правдой. То есть я перенесу это на фильтр и скажу, что это всегда правда. Всегда значение параметра равняется значению валюты в источнике данных. И теперь, пока я выбираю евро и доллар США, и, соответственно, у меня отображается только то значение, которое я выбираю в параметре. Но это мне пока не очень интересно. Что мне надо на самом деле? Это чтобы значения продаж из другого источника, из моего основного источника данных, менялись в зависимости от выбора валюты. Для этого мне нужно будет создать еще одно вычисляемое поле. В котором я уже непосредственно укажу, как менять вот это значение продаж. То есть, раз у нас есть курс валют, все, что нам надо сделать, это просто умножить значение продаж в рублях на значение курса валют, который у меня есть во втором источнике данных. И нажму ОК. Сейчас у меня создалось вот это вычисляемое поле. Давайте назовем его значение в валюте. Ну и сейчас мы уже можем построить непосредственно саму визуализацию. Например, я могу посмотреть на первоначальные продажи в рублях. Давай, чтобы было понятно, я их так и назову. В рублях. Разобьем его, например, на категории продуктов. Покажу лейбл. И теперь давайте выберем значение в валюте. И также перенесу его на эту же визуализацию. И теперь я вижу, как у меня для той или иной валюты, опять нужно применить тот фильтр, который мы создали ранее, как для одной и той же валюты. Для разных из винти валют у меня будет меняться значение в зависимости от того значения, которое я выбираю в параметре. То есть для копиров у меня в рублях значение 365 тысяч, что эквивалентно на сегодняшний день примерно 5 тысяч евро. Ну и последний такой момент, чтобы эта визуализация была более понятна конечным пользователям, давайте к вот этому значению, которое у нас сейчас стоит на подписях значения в валюте, еще и добавим символ, то есть символ евро или символ доллара США, который будет меняться в зависимости от выбранного мною значения параметра. Для этого, опять же, я создам просто вычисляемое поле, в котором я скажу, что если у меня значение параметра выбрана евро, точнее, выбрал доллар США, показывает значок доллара, если нет, то значок евро. И я отображу это значение, значок доллара или евро, непосредственно вместе с моим вычисленным значением продаж. Давайте нажмем ОК. И теперь я заменю значение выбранного лейбла на как раз то значение, которое мы создали сейчас. И теперь могу динамически менять уже с евро на доллар, и, соответственно, значок евро или доллара у меня также меняется, исходя из выбранного параметра. А значение в рублях остается неизменным, так как мы всегда хотим его видеть в сравнении с значением валют. Ну и давайте посмотрим еще на пару моментов с точки зрения локализации в табло. Все, что мы видели до настоящего момента, мы смотрели в основном на табло десктоп, извините. То есть какие настройки языка, локали, валют, времени и так далее доступны в табло десктоп. Что же происходит с табло сервером? То есть когда вы создали какую-то визуализацию или отчет в табло десктопе, вы хотите опубликовать этот отчет на табло сервер, и, соответственно, мы хотим знать, как же тот же самый отчет будет виден нашим конечным пользователям. Ну, как отчет будет отображаться, опять же, определяется локалью того или иного отчета. Но какая локаль будет выбрана для отчета, на это оказывает влияние несколько факторов, которые вот сейчас вы видите на слайде перед вами. И табло сервер проверяет каждый из этих факторов вот в указанном порядке. То есть начиная с локали опубликованной книги, если у вас задана определенная локаль, допустим, Россия в книге, которую вы создали в табло десктоп, соответственно, это же локалью будет использоваться в табло сервера. Если же локаль настроена как автоматическая, соответственно, сервер переходит уже ко второму шагу и уже смотрит на настройки локали аккаунта табло сервера. То есть в табло сервере каждый пользователь может для себя самостоятельно настроить язык и локаль, которые он хочет иметь для своего аккаунта. Соответственно, если в книге у меня настройки не применены, будут применяться пользовательские настройки сервера. Если же и эти настройки не указаны, тогда табло перейдет уже к браузеру пользователя, который просматривает этот отчет, и возьмет региональные настройки из браузера пользователя. И так далее до последнего пункта, если уже совсем никакие настройки у меня не указаны, тогда табло сервер уже возьмет настройки региональные, языка и локали с того компьютера, где непосредственно установлен табло сервер и отразит их уже для конечного пользователя. Ну и чтобы было более понятно, как это все происходит, давайте посмотрим на несколько примеров. Например, здесь у меня есть такой сценарий. Локаль Windows, на который пользователь просматривает тот или иной отчет, это Франция. Локаль рабочей книги Германия. Браузер установлен как США. В общем, абсолютно разные смешанные всякие-всякие настройки региональные у этого пользователя есть. Что же произойдет в результате? Какой локаль отразит табло сервер для этого пользователя? Если вы подумали, что это Германия, это совершенно верно, потому что локаль рабочей книги расстроена как Германия, и, как вы помните, локаль рабочей книги является приоритетной. То есть это то, что табло сервер смотрит в первую очередь, и если она у меня задана, соответственно, эта же локаль отразится для всех пользователей вне зависимости от всех остальных настроек. Другой пример. Здесь локаль рабочей книги настроена как автоматически. Соответственно, табло перейдет ко второму шагу, и вторым шагом будет являться то, какие настройки браузера, у того браузера, где пользователь просматривает отчет, как вы видите, они у нас заданы как английский США, соответственно, с этой локалью и будет отображаться у меня отчет, который опубликован на табло сервере. И в заключении хотелось бы показать вам еще несколько сценариев, как вы можете локализировать не сам интерфейс табло сервера, а то, как ваши конечные пользователи будут видеть отчеты, которые опубликованы на табло сервере. Как мы уже говорили, в табло сервере, к сожалению, пока нет локализации на русский язык, то есть интерфейс может быть только на одном из восьми доступных языков. Но это не является барьером к тому, чтобы вам не создать собственный интерфейс на абсолютно любом языке и показывать отчеты табло сервера в этом собственном интерфейсе. Что я имею в виду, когда говорю про собственный интерфейс? Давайте посмотрим на несколько примеров для начала. Например, один из примеров. У меня есть статья, в которую встроена визуализация табло. Как вы видите, сам сайт может быть абсолютно на любом языке, в моем случае это на русском языке, и туда встроена визуализация табло, которая имеет все пользователи, которые заходят на эту страницу и просматривают ее. Сейчас это публичная страница, и, соответственно, эта визуализация тоже публичная, она доступна всем. Но таким же образом вы можете встроить любой дашборд, любой отчет табло сервера в ваш, например, внутренний портал, который доступен только вашим пользователям в вашей организации. Как это можно сделать? Прежде всего, чтобы мне встроить отчет в какой-то веб-сайт, мне нужно опубликовать его на табло сервер. И уже после этого, когда у меня есть какой-то опубликованный отчет, я могу просто открыть его в моем табло сервере. И здесь у меня есть возможность взять имбед-код. То есть это как раз тот кусочек кода, который я могу взять и встроить в HTML код своего любого веб-портала. Соответственно, когда я встрою вот этот код, визуализация, которая у меня опубликована на табло сервере, будет отображаться как часть моего собственного веб-портала. Ну и помимо того, что я могу просто встроить визуализацию, то есть, допустим, вот в таком виде, который у меня есть, она здесь. И у меня также здесь доступны все остальные опции, которые доступны на сервере. То есть это выгрузить, допустим, эту визуализацию в одном из доступных форматов, переслать ссылку на нее каким-то другим пользователям и так далее. Я могу вынести все эти опции, допустим, не оставлять их как часть встроенной визуализации табло, а как, например, в этом примере, вынести их и сделать их частью самого портала. То есть, например, кнопки такие, как развернуть, сбросить фильтры, обновить данные, выгрузить, они у меня уже являются не частью визуализации, а они находятся непосредственно на самом портале. То есть пользователи в знакомом моем интерфейсе могут, допустим, развернуть визуализацию, сбросить фильтры и так далее. И такой сценарий осуществляется с помощью табло JavaScript API. То есть этот API позволяет вам настроить сообщения между вашим собственным порталом и действиями, которые происходят на портале, и табло-сервером. То есть ваш пользователь может нажимать на кнопочку «Скачать», которая находится в самом портале, в веб-портале, а действие будет реализовываться на стороне табло-сервера и будет скачиваться уже, допустим, PDF-файл, в портале вот этого пользователя, который смотрит табло-сервер. То есть таким образом вы можете встраивать визуализацию табло абсолютно в любой интерфейс, и вы уже не привязаны к англоязычному или нелокализированному интерфейсу табло-сервера. И у нас есть большое количество примеров и сценариев, как это реализовано. И если у вас есть желание посмотреть, как это работает, то вы всегда можете обратиться на страничку табло-жава-скрипт-апи. И также у нас в документации к табло-серверу очень подробно описаны разные сценарии встроенных визуализаций в ваш собственный портал. Ну и в заключении нашего вебинара хотелось бы отметить еще один момент. Если вас более подробно, вам интересно почитать про какие-то из тех тем, про которые мы сегодня говорили, у нас есть целое руководство по локализации контента в табло, к которому вы всегда можете обратиться. Я могу ссылку сейчас разослать для всех участников этого вебинара. Также сейчас я посмотрю, если у кого-то еще остались неотвеченные вопросы, и вернусь к вам буквально. Коллеги, ну вроде не остается пока неотвеченных вопросов, а вот сейчас только что получил один вопрос. Можно ли получить пример JavaScript? Да, то, о чем мы сегодня говорили, мы все это записали, весь вебинар, и вам в будущем будет доступна запись. Также мы вышли вам ссылку на все ресурсы, про которые я сегодня говорила. То есть это руководство по локализации, JavaScript API, и также, если интересно, могу выслать несколько публичных примеров встроенного в табло контента в разные порталы. И надеюсь, что это будет в течение ближайших нескольких дней вам уже доступно. Возник еще вопрос. Можно ли автоматизировать процесс выбора знака валюты? При более объемном списке. Да, конечно, можно. То есть сейчас у нас было всего два значения. Давайте я вернусь к самому примеру. У нас сейчас было два значения, всего доллар и евро. Соответственно, я просто прописала их вручную, эти значки. Если у вас большое количество значений, вы всегда можете создать, допустим, как один из вариантов Excel файл, в котором вы пропишите все вот эти значки для каждой из нужных вам валют, и просто совместите этот файл, допустим, с файлом обменных курсов и уже брать значок той или иной валюты, которую вы выбираете в параметре из вот этого файла Excel. Коллеги, вроде пока неотвеченных вопросов больше нет. Если у вас возникнут какие-то вопросы впоследствии, пожалуйста, обращайтесь к вашим представителям в компании Tableau. То есть это Катерина, которая сегодня со мной, и Елена, которая работает с нашими пользователями из России. И мы всегда будем рады впоследствии тоже ответить на возникшие у вас вопросы. Спасибо большое и всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!